Для меня очень важно, чтобы люди жили как можно дольше, потому что в нашей стране живут очень мало. Еще не так давно средний возраст людей был 30-35 лет. По сравнению с ними, мы просто вечные, доживающие до 90-100 лет. Ну, 75-80 достаточно. Достаточно уже, если тело не дряхлое, живите сколько угодно. Но быть дряхлым, уступите дорогу молодежи, посмотрите, сколько людей. Если люди будут жить вечно, то каждому новому поколению все труднее будет найти себе место под солнцем. Оно уже будет кем-то занято. Условия существования сегодняшнего мира, допустим, сегодняшних людей, условия, что ушли те, кто были до них. Нам всем надо это понять. Если в этом мире вдруг останутся вечные люди, то этих вечных людей со временем станет столько, что никаких ресурсов Земли не хватит их прокормить. Если ученые над этим работают, то их уже не остановишь. Тем более, если у некоторых есть какие-то результаты, они одержимы этим. Знаете, я понимаю стремление многих людей стать как бы над Богом и над природой. И, конечно, это на самом деле замечательно, что наука не стоит на месте, она развивается и помогает бороться со многими заболеваниями, тяжелыми заболеваниями. Врачи мрачно говорят, что все заболеют раком, но некоторые до этого не доживают. С точки зрения человечности, конечно, все правильно. Надо развивать это направление в медицине, надо искать варианты, надо помогать людям выживать. Вопрос в другом. Есть, естественно, надбор. Вещь очень крамольная и страшная. Но есть логика. Природа убирала слабых через болезни и смерти. Таким образом образовался некий генофонд, да, нации, вообще всего человечества. Выживали сильнейшие, которые порождали сильных. С развитием медицины, это парадокс, мы начинаем позволять выживать более слабым. Пусть меня никто не обвиняет ни в каких призывах, но это просто объективная величина. Таким образом мы сами размываем генофонд, мы сами ослабляем потенциальное человечество. Мораль во многом определяет развитие технологий или технологии, развиваясь, ставят перед общественной моралью какие-то новые задачи. Вот так происходит и сейчас. Наука все равно будет развиваться, независимо от того, как мы к этому относимся. С материальной точки зрения это, конечно же, нужно. А с духовной точки зрения человеку, духу надо попасть поскорее туда. Поэтому тут ему задерживаться особо не надо на земле на этой. А с другой стороны, ведь человеку на то и человек, чтобы пытаться перешагнуть за рамки. Так вот, давайте не будем ограничивать наших ученых в их порыве выйти за рамки того, что нам доступно для понимания.